Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – коронавирусная инфекция. 31 декабря 2019 года Офис Всемирной Организации Правоохранения в Китае принял информацию из города Ухань о том, что там выявлено 27 пациентов с тяжелой пневмонией неясного генеза. Через несколько дней, уже к 5 января, очередное сообщение, в котором говорится о том, что выявлено там же в Уханье, где же проживают 19 миллионов жителей, 59 пациентов, и остается более определенный, но все же неясный диагноз – тяжелая вирусная пневмония, вызванная каким-то неизвестным вирусом. Состояние семей заболевших было крайне тяжелым, и всех заболевших быстренько госпитализировали. Вот с этих событий, можем считать, началась пандемия COVID-19. Но прежде чем мы будем говорить непосредственно об этом заболевании, вызвавшем такую тяжелую, обширную пандемию, мы с вами должны разобраться, а что собой представляет вообще коронавирусов и какую роль они играют в жизни человека. Обратимся к истории. Было выяснено, что коронавирусы – это весьма распространенные на земном шаре вирусы, и они могут вызывать очень разные заболевания у разных животных. Они могут вызывать инфекционный бронхит у птиц, могут вызывать гепатиты мышей, племомию у крыс, гастроэнтерит и энцефаломиелита у свиней, бронхит и гастроэнтерит у крупного рогатого скота, а кроме того, описаны множественные заболевания, вызванные коронавирусом, и у диких животных, и у земных, и водоплавающих. У дельфинов есть особое заболевание, бронхит дельфинов. К концу XXI века коронавирусы уже представляют серьёзные проблемы ветеринарной практики. Постойку встречи с коронавирусом, особенно для молодых, новорожденных животных, телята, птицы, цыплята, может проводить стопроцентные гибели. То есть всё поголовье выбирает. А значит, надо начинать всё сначала, и сельское хозяйство несёт большой урон. Но вот эти вот вирусы эпидемические, они не относились к числу особо опасных, потому что они людей вроде как не затрагивали. Самые первые коронавирусы, представители семейства коронавируса из-за отряда не доверялись, были открыты ещё в первой половине прошлого века. В 1931 году, когда мы столкнулись с бронхитом у птиц, было высказано предположение, что это вирусное заболевание. И подтверждение оно нашло позднее, в 1934 году. А вот первый коронавирус, поразивший человека, был выделен только в 1965 году, сейроланубина, и его обозначение B814. У пациента был острый ремень. Но к настоящему времени этот вирус в бирюкологических коллекциях нигде не сохранился. С этого времени началось исследование коронавирусной инфекции у людей, но как-то это было не прецедно, а по пути. Для ветеринаров это было всё-таки большей проблемой. Само название коронавируса было предложено и придумано Тёмой Альмедой и Дэвидом Тиролом. Они как раз и занимались изучением уже выделенных человеческих коронавирусов. Коронавирусы – РНК-содержащие и по последней классификации относятся к семейству коронавиридов, которые делятся на два семейства – коронавирусов и торовирусов. Мы сегодня будем говорить только о заболеваниях, связанных с коронавирусами. Кстати, в подсемействе торовирусов не было найдено вирусов, которые вызывали бы у человека какое-либо заболевание. На май месяц 2020 года было определено 43 вида коронавирусов, которые могут поражать битопитающих, включая человека, птиц и земноводных. И вот, проанализировав вирусы, которые у нас есть, коронавирусы, я имею в виду, было составлено вот такое феогенетическое древо, где расположились все известные в настоящее время коронавирусы. Поскольку структуры однородно, их разделили на несколько групп, несколько родов, которые обозначаются буквами греческого алфавита. Альфа-коронавирусы, бета-коронавирусы, дама-коронавирусы, дельта-коронавирусы. Дельта-коронавирусы и дама-коронавирусы не содержат вирусов, поражающих людей, и поэтому эта группа у нас не обсуждается. В подводе альфа-коронавирусов выделен вирус, вызывающий заболевание у человека 229Е и вирус НЛ-63. Вирусы, которые объединены в группу бета, бета-коронавирусы, здесь оказалось, что их структура тоже довольно отличается одна от другой, и поэтому здесь произошло деление на подродах, которые обозначаются уже буквами латинского алфавита. И вот почти каждый из этих подродов были выявлены вирусы, которые могут вызвать заболевание человека. В подводе альфа-коронавирусов выделен коронавирус HCO1 и коронавирус ОЦ-43. Группа B или подродь B бета-коронавирусов имеет два вируса. Вирус SARS, выделяющий одно из довольно тяжелых коронавирусных заболеваний, которые мы знаем под названием атипичная пневмония или тяжелый госоревиспираторный синдром, и SARS-CoV-2, который как раз и привел к развитию текущей пневмонии. В подроди C выделен еще один коронавирус, МЕРС, он вызвал ближневосточный респираторный синдром, тоже тяжелые заболевания. А вот в подроди D вирусы, которые могли бы вызывать заболевания человека, не обнаружены. Вот здесь вы видите карты, на которых видно распространение летучих мышей. Почему обратились к летучим мышам? При исследовании коронавируса и животного мира было выяснено, что летучая мышь является резервуаром для коронавируса. А уже от летучих мышей вирусы передавались дальше, адаптировались к другим станем, и вот так постепенно через других животных они пришли в конечном итоге к людям. И вот здесь вы можете увидеть, что наша территория вроде бы свободна от летучих мышей и содержащихся в них коронавируса. На самом деле не так, и на нашей территории летучие мыши точно так же проживают. В 1965 году был выявлен коронавирус. Его обозначили 229 ел и обнаружили его, можно сказать, случайно. Дора Тихамри изучала идеологию респираторных заболеваний у студентов. И вы по себе, наверное, знаете, что наступает какое-то неприятное время года, когда идут дожди, небо, стерии, настроение никакого, и начинаем слышать, кто-то в группе подкашливает, кто-то начинает шмыгать носом, а потом через 3-4 дня и уже придешь полгруппы и имеют подобные симптомы. И вот такую группу студентов надо было обследовать и выяснить, а какие же микроорганизмы или вирусы вызывают вот эти явления. И вот тут случайно вывелся коронавирус. Оказалось, что, в общем-то, коронавирус довольно распространенный. Инфекция, вызванная этим коронавирусом, может протекать как в форме острого респираторного заболевания, так и в виде тяжелой болезни, тяжелого пневмония. Но у большинства пациентов основная симптоматика заключается в поражении самых верхних отделов респираторного тракта, заложенность носа, обильнейшая ринорая и, наверное, боль в горле. Интоксикация либо она совсем отсутствует, либо слабо выражена. Понятно, что на такую инфекцию мы обращали внимание. Но, однако, здесь есть своя группа риска и в редких случаях, но это бывает, пневмония тяжелая может развиваться и уязвимыми считаются маленькие дети, пожилые люди. А кроме пневмонии возможно развитие бронхиани. Изучение показало, что именно этот вирус 229 лет входит в число коронавирусов, которые очень часто обнаруживаются с другими вирусами респираторной группы. Особенно часто они соседствуют с респираторно-сенситиальными вирусами. Через некоторое время, в 1967 году, был выделен еще один вирус СОЦ-43. Этот возбудитель оказался патологенем и для крупного рогатого скота, и для людей. Каким образом он перешел, сказать достаточно сложно, но тем не менее такое случилось, и он может вызывать респираторные заболевания тех, кто и другие. Считается, что этот вирус самый распространенный из коронавирусов человека во всем мире. И здесь тоже также клиническая картина соответствует постово-респираторной вирусной инфекции, точно также насморк определяется возможно кашель в каких-то случаях, в каких-то случаях боль в горе при глотании и малая выраженность интоксикации либо интоксикации вообще не выражена. И в этой группе точно также возможно тяжелое течение у определенной группы пациентов с развитием пневмонии, бронхиолита, острого респираторного дистрессиндрома. И в эту группу рисков входят младенцы, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Например, те, кто получает химиотерапию, а возможно лучевую терапию для людей, у которых есть ВИЧ-инфекции, беспит. Говоря о хронологии выделения вирусов, мы должны сказать, что в 2002 году выделился особый вирус. Его назвали SARS. А заболевание, которое он вызывает, тяжелый, острый респираторный синдром, больше нам будет известен под названием атипичной пневмонии. И первый случай был зарегистрирован в 2002 году. И здесь тоже считается, что источник инфекции явились подковы носа летучей мыши. Это резервуар основной вирусной инфекции. А через гималайский цепь заболевание перешло к людям. Об этом заболевании мы с вами поговорим в более детальном. В 2004 году выделен вирус ЛН-63 у 7-месячного ребёнка с бронхиолитом в Мудерлан. Здесь тоже считается, что вирус перешёл от летучих мышей из заражённых пальмовых цвет к людям. Считается, что вот этот вирус имеет большее хождение в гостонаселённых районах. То есть определили, что там, где люди менее населённые какой-то район, там эта инфекция встречается редко или не встречается с этим, а в гостонаселённых районах редко вспыхивают эпидемическим очагином. И здесь тоже в большинстве случаев заболевания протекают симптомами поражения самых верхних отделов респираторного тракта, ремин, с обеимсирозным отделением, надплкашель. То есть мы не выявляем никакой специфики вот этих коронавирусных заболеваний. и здесь тоже есть группа риска, когда возможно развитие бронхиолитов, мемомии, возможно формирование труда. Это дети в возрасте до 5 лет, пожилые люди и люди со слабым иммунитетом. В 2005 году выделили в Гонконге ещё один вирус, который именовался HKU1 и клиническая картина тоже очень похожая. Ренареи, иногда лимфаратка, кашель, обышка, незначительная интоксикация, ничем вроде бы от острой респираторной вирусной инфекции не отличается. А тяжёлые случаи пневмонии, бронхиолита, альдиолиты могут быть у маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленными мобилитетами. Позднее, в 2012 году в Саудовской Аравии была вспышка тяжёлого заболевания, которое, как оказалось, тоже вызвал коронавирус, МЕРС или возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, он был выделен у пациента, умершего от тяжёлого респираторного заболевания. Считается, что основной резервуар этой инфекции летучая мыша, от них возбудитель перешёл к поднагурбам верблюдам, и верблюды уже стали таким вот вторичным резервуаром для этой инфекции, а уже от верблюдов заболевание перешло к людям. Хотя вот точную передачу, какая вот была цепочка, до сих пор не установлена. в конце 2019 год, то есть постепенно идёт выделение вирусов, и надо сказать, что, наверное, со временем выделения возбудителя атипичной пневмонии начинается уже более божий интерес медиков именно к человечим коронавирусам, а не к вирусам, которые вызывают заболевания у животных. В 2019 год, когда появились случаи тяжелой пневмонии нового типа, и вот тогда выделяется вирус, он тоже получил своё название, назвали его SARS-CoV-2 по ассоциации с предыдущим вирусом, выделенном в 2002 году, потому что они очень похожи друг на друга. Их генетическая последовательность примерно на 70% схожи. И здесь есть такое предположение его происхождения. Считается, что он рекоменантный вирус между коронавирусом опять-таки летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавируса. Но тут в общем-то можно предполагать очень разные версии. Естественным хозяевом из выделенных коронавирусов является млекопитающий для нас. То есть те животные, с которыми мы непосредственно можем соприкасаться или которые живут где-то поблизости от нас. В настоящее время известно о постоянной циркуляции среди населений четырёх коронавирусов 229Е, ТОЦ-43, ТНО-63 и АШКО-1. В большинстве случаев где-то более 98% они вызывают поражение верхних дыхательных путей, чаще всего лёгкой или средней степени тяжести. И клиническая картина соответствует группе острых респираторных вирусных инфекций. Но в редких случаях в группах РИСТа и вы с вами посмотрели группы есть все одинаковые во всех четырёх на вариандах может быть развитие инфекций нижних дыхательных путей пневмонии бронхиолиты. Как правило инфекции которые вызываются этими вирусами они могут встречаться круглогодично. Но всё-таки большинство случаев приходится на зимние месяцы. В детской практике нередко сталкиваются с тем что умножается коронавирусный желудочно-кишечный тракт с развитием гастроэнтеритов и энтеритов. Если кто-то из вас наобьётся на старое издание учебных инфекционных болезней то там может прочитать что коронавирусная инфекция у взрослых и у детей протекает по-разному. У взрослых она вызывает реструкторные заболевания а у детей гастриты гастроэнтериты энтериты теперь мы знаем что это далеко не так строение коронавируса строение довольно простое очень оригинальное вирион состоит из одной нити РНК самой длинной как считают из всех существующих вирусов и весь тисно-уклеококсидным бельтом составляет вирион вот эта вот нитечка РНК вирион окружен оболочкой который мы находим в виде главный петломерный гликопротеин С и на электронной микроскопии именно он выступает в виде таких шепиков как бы показывая коронное обрамление вириона мембранный трансмембранный протеин Н а коротечный малый протеин Е а кроме того некоторые вирусы содержат еще один структурный белок гемоглютинин пистолиза это касается вирусов подрода Д бета-коронавирус и мы с вами будем сейчас говорить о более тяжелых заболеваниях которые предшествовали текущей погоню очень разновный пример но основные моменты мы конечно должны осветить в конце 2002 года в южной китайской провинции Гуандун появились первые случаи необычно тяжелой атипичной вирусной пневмонии заболевания стали распространяться по миру и Гонконг Сингапур Вьетнам другие страны Юго-Восточной Азии случаи обнаруживались в Северной Америке в Канаде и Соединенных Штатах в Европе в Германии в Италии в общем случаи атипичных пневмонии определялись в 29 странах и сейчас мы с вами немножечко коснемся эпидемиологии этого заболевания пожалуйста внимательно слушайте потому что это представляет для нас определенный интерес что это заболевание может быть и его прекратить длительное время вспышки болезней никто вообще не знал в мире только китайские медики и они считали что они сами справятся с этой патологией однако заболевание продолжало распространяться 26 февраля 2003 года заболел американский бизнесмен Джонни Чен он был в Китае по своему бизнесу и возвращался к себе на родину которая стала уже Соединенные Штаты Америки состояние его в самолете резко ухудшилось и самолет вынужденно приземлился во Вьетнаме в Ханое а заболевшего тут же госпитализировали в больнице Бахмай через два дня 28 февраля Всемирная организация здравоохранения в Вьетнам отправляет запрос с просьбой о консультации по поводу неизвестного какого-то гриппоподобного заболевания тяжело протекающего первоначально где он остался как птичий грипп ну и то все это под вопросом представитель Всемирная организация здравоохранения по инфекционным болезням доктор Карл Урбани по своей должности он был директором по инфекционным болезням Всемирной организации здравоохранения в Азиатской Технике Технико-Океанском регионе то есть это как раз его эмбархия где он должен и консультировать он прибывает в Ханое 3 марта но к этому времени пациент уже скончался а симптомы заболевания отдаложиваются и у персонала клиники после проведенного расследования Карл Урбани предоставляет свой доклад Всемирной организации здравоохранения о ситуации у больницы свои выводы и предложения 7 марта Вьетнам обратился в Всемирную организацию здравоохранения с просьбой о помощи и отправке международных экспертов потому что заболевания начинают распространяться и практикают довольно тяжело в тот же день Всемирная организация здравоохранения распространяет глобальное предупреждение о новом заболевании в Ханое 12 марта больница закрывается на карантин закрывается любой доступ в клинику персонал который работает внутри он уже не выпускается он живет на территории больницы и обязан носить защитную надежду 15 марта Всемирная организация здравоохранения объявляет SARS глобальной угрозой то есть в общем-то речь о пандемии то есть в конце этого войны вывелся больной потому что в 7 марта говорит о том что все это очень очень опасно по настоянию Карла Рубани и консультантов которые приехали на помощь власти Вьетнама проводят все необходимые противоэпидемические меры практически страны были закрыты страны нельзя было и страны нельзя было выйти то есть весь Вьетнам был на карантине Эту вспышку удалось локализовать Сан-Карло Рубани и еще 5 медицинских работников заразились атипичной пневмонией и погибли Болезнь получила название тяжелого острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии Всего в этой вспышке было зарегистрировано 8096 случаев заболевания в 29 странах из них умерло 774 человека в 2004 году была еще одна вспышка атипичной пневмонии связанная с медицинской лабораторией в Китае и здесь речь шла не о том что кто-то завез и там сотрудники начали болеть а здесь был непосредственный контакт с самой культурой с самим вирусом что-то там в лаборатории произошло начиная с года 2004 в мире больше не было зарегистрировано ни одного случая заболевания вызванного вирусом SARS вот клиника где проводилось лечение больных атипичной пневмонии и мы должны с вами поговорить об особенности клиническом течении инкубационный период в среднем продолжался от 2 до 7 суток иногда у некоторых пациентов до 10 суток характерно было начало болезни острые азмок повышения температуры до 38 39 градусов первые дни преобладали симптомы интоксикации вот что собственно говоря немножечко мешало правильной постановке диагноза те вирусы которые мы с вами уже обсудили и мы говорили о том что все начинается с респираторных каких-то изменений эскатеральных явлений а интоксикация мало выражена здесь столкнулись тем что на первый план выступила интоксикация головная боль головное окружение слабость боли мышцах а вот патеральные симптомы были слабо выражены в начальном периоде у кого-то болит кашель редко боли горные у кого-то ремит но у большинства кроме интоксикации ничего не было после трех семи суток больницы развивалась респираторная фаза с выраженными признаками нижних дыхательных путей и вот на то время пока еще не было исследовано этот коронавирус и не знали что к чему считали так что появившийся новый коронавирус совершенно не трогает верхние дыхательные пути а сразу устремляется в нижний путь поменял как бы свою ориентацию и начинает поражать совсем не то что ему следовало сейчас в этом разобрались и уже знаем гораздо больше о коронавирусах и об этой группе тоже итак при присоединении пневмонии усиливался кашель появлялась обышка чувство нехватки воздуха нарастала гипоксия и гипоксимия вот здесь вы видите на фотографии как раз отражен рентгеновский снимок атипичной пневмонии у некоторых пациентов кроме респираторного синдрома наблюдались еще и признаки поражения желудочно-кишечного тракта тошнота повторный отдых у кого-то была диарея употребляющие большинство больных заболеваний заканчивалось выздоровлением даже при наличии такого пневмонии но если заболевали то примерно на 3-5 сутки пневмонии развивался острый респираторный дистресс синдром от которого собственно говоря люди погибали в очень тяжелых случаях когда заболевание изначально протекало крайне тяжело то острый респираторный дистресс синдром развивался уже в первые двое суток по данным разных исследований летальность полевалась от 4 до почти 20% а в группе данных которые находились на использовании вентиляции легких легких она составляла около 60% когда проанализированы все выявленные случаи общая летальность составила около 10% понятно что сопутствующие заболевания и пожилой возраст повышали риск тяжелого течения и конечно летальных исходов здесь было больше еще раз напомню что с 2004 года в мире не было зарегистрировано ни одного случая заболевания вызванного сарфовом другое заболевание тоже тяжелое немножко другой вирус ближневосточный респираторный синдром заболевание впервые обнаружено в Саудовской Аравии и отсюда оно стало распространяться по миру диагностировалось в разных странах считается что здесь повинное в большинстве своем одному верблюдок которые тогда-то получили этот вирус от летучих мышей и была прямая передача от верблюдок к человеку и какая-то опосредованная но вот точный способ передачи остался неизвестным то здесь все на уровне предположения тем не менее вы вот видите на фотографии что люди которые работали с верблюдами они все-таки соблюдали в период этой эпидемии меры предосторожности основная заболеваемость наблюдалась в восточной части Саудовской Аравии в объединенных Арабских Эмиратах завозные случаи заболеваемых были выявлены в других странах Ближнего Востока в Восточной и Юго-Восточной Азии в Северной Африке в Европе и Соединенных Штатах на конец 19-го начала 20-го года в мире было зарегистрировано тоже по разным данным от 2494 до 2506 случаев заболеваний были при этом от 862 до 912 человек но в отличие от предыдущего заболевания каждый год продолжает регистрироваться случай заболеваний вызванные мерзком от единичных случаев до десятых более 2500 случаев были зарегистрированы в январе 2021 года до этого крупные вспышки были в Южной Корее в 2015 году в Саудовской Аравии в 2018 году то есть это заболевание которое выявили в 2012 году до сих пор продолжается тянется и здесь тоже выявлены свои особенности в клиническом течении инкубационный период от 2-3 дней до 2-х недель ведущими симптомами при средне-тяжелой и тяжелой формах болезни являлись синдром интоксикации и респираторный синдром синдром интоксикации проявлялся не характер головной боли головной тужением слабостью миологиями и вот новый симптом который раньше при коронавирусной инфекции не встречался боли глазных яблок респираторный синдром проявлялся рано при данном заболевании сухим кашлем а на фоне сохраняющейся интоксикации кашель усиливался становился продуктивным выделялась прозрачная вязкая махрота появлялась одежка затрудненная питание и в большинстве случаев при тяжелом течении быстро развивалась тяжелая первичная вирусная пневмония респираторный дистресс синдром с нарастанием дыхательных недостаточностей то есть в общей массе заболевания протекала тяжелее и при этом заболевания в процессе могли облигаться и другие органы печень кишечник почки развития острой почечной недостаточности и описаны случаи где выявлялась более органная недостаточность общая летальность при анализе выявленных случаев составила 34-35% то есть это заболевание протекало более тяжело с более тяжелыми благоприятными сходами интересным является то что здесь не идет речь о детях маленьких или подросших говорит о том что примерно 98% это взрослое население и приблизительно так вот средний возраст 50 лет понятно что во время вспышки противоэпидемические меры во всех этих странах обязательно принимались и обратите внимание и кировка уже немножечко другая стала у сотрудников работавших с этой инфекцией вирусы 2012 и 2012 годов показали что коронавирусная инфекция может развиваться очень тяжело возможно формирование острой дыхательной недостаточности полиорганных нарушений острой почечной недостаточности теперь мы с вами перейдем уже настоящей болезни с которой мы столкнулись наша страна конкретно с 2020 года и с этого времени коронавирусная болезнь нас пока не покидает а количество случаев все увеличивается и увеличивается мы с вами не можем пропустить физиологию в этом случае и обсудить а как же получилось так что очень быстро инфекция распространилась на весь мир мы уже с вами этот слайд видели и мы уже знаем что SARS выделен во второй половине 2019 года но вот что очень интересно было когда расследовали все случаи этого заболевания мы оптнулись на некоторую информацию что оказывается первые случаи подобных заболеваний их не изучали не расследовали но по клинике уже были зафиксированы в ноябре месяце и не только в Китае основная часть генома коронавируса консервативна но он легко поддается генетическим рекомбинациям в естественных условиях и что очень важно вирус может быть переноцелен как в естественных так и в искусственных условиях из диких животных на человека путем изменения структуры белка С1 по мере изучения вирусов именно пандемичных вирусов которые вызвали вот эту пандемию оказалось что группа их велико и на сегодняшний день в группе SARS-CoV-2 насчитывается более полутора тысяч вирусов их очень сложно было систематизировать и Всемирная организация здравоохранения предложила объединить по очности там признаков их в группы обозначаемые буквами греческого алфавита и на сегодняшний день мы начали с альфа с первой буквы сейчас дошли до омикрона то есть вот эти более сформированные вирусы которые возилились в результате мутации коронавируса в результате поражения человечества конечно не все из этих вирусов имели большое значение для всех но тем не менее некоторые вирусы достойны того чтобы о них поговорить альфа штамм он впервые был обнаружен в Великобритании и говорилось о том что они имеют повышенную трансмиссивность то есть начинают заражать большее количество людей а кроме того предполагают что они вызывают более тяжелые заболевания и вызывают больший процент летальности в России первый случай заражения таким штаммом выявили в конце 2020 года значит вот этот альфа штамм это не родоначальник вируса который был в Катане а это уже его последующий поколение по данной всемирной организации здравоохранения альфа штамм выявлен в 196 странах бета-штамм был обнаружен в Южной Африке и замечено что вот эта мутация устойчива к вакцинам и обладает еще более высокой скоростью распространения но в России этот вирус не имел большого распространения было подтверждено только 29 случаев заболевания вызванные этим штаммом в марте 2020 года в мире определился в 145 странах гамма-штаб был распространен в тропических трясах амазовом он не является более заразным и опасным как выявили исследователи и медики наблюдавшие за течением болезни и за тем кто увлекается в том заболевании молодые люди а кроме того было отмечено снижение эффективности вакцин в России с мая месяца регистрировался этот вирус но только в нескольких пациентах а в мире он выявлен в 99 странах дельта штамм впервые был обнаружен в Индии там вообще была достаточно тяжелая вспышка вызвана этим вирусом отличается тем что инкубационный период был короче удлинялся период выведения вируса из организма и заболевание чаще протекло более тяжело первые единичные случаи в России были обнаружены в апреле 2021 года а уже к сентябрю 2021 года этот вирус составлял примерно 98 или 0,4% от всей коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 то есть этот вирус превалировал на нашей территории вызывает такое тяжелое заболевание по странам можно сказать что выявлялся в 193 странах следующие вирусы они как-то имели большого значения на нашей территории они не отмечались они ну по типу эндемиков там где они сформировались они там распространялись потом угасали штаб заменялся другим и большого значения они не имели ни в силе распространения ни в тяжести вызываемых заболеваний а микронштаб то с чем мы имеем дело сейчас впервые он был обнаружен подсвами Южно-Африканской республики и где-то буквально первые сообщения проскочило что сформировался новый вирус и что он довольно быстро распространяется так уже через 2-3 дня стали поступать сообщения из других стран что у них появляется а микронштаб и опять страны начали обгораживаться начали закрывать границы но оказалось что заболевание которое он вызывает протекает более легко хотя возможно заражать то есть его проносклассивность резко повышена он обнаружил более в 100 странах мира это на январь 22-го года и мы не знаем как сейчас потому что вот произошла очень интересная вещь в нашей стране сейчас на штамм о микрон приходится 42,8% от выявленных случаев заболевания а на дельташтам 56,9% хотя совсем недавно в декабре месяца дельташтам был основным на нашей территории то есть о микрон вытесняет дельташтам вот сейчас у нас февраль месяц и количество дельташтамма для вызывающего заболевания все уменьшается и уменьшается для нас важна устойчивость вируса в окружающей среде где он может оставаться где он может и к себе при комнатной температуре ЦАР-102 способен сохранять жизнеспособность на разных объектах окружающей среды высушенном виде до 3 суток в жидкой среде до 7 при температуре плюс 4 градуса стабильность вируса сохраняется более 14 дней при нагревании до 37 градусов чтобы произошла холодная активация вируса приходится ждать целый день при 70 градусах он активируется в течение 5 минут вирус чувствитель ультрафиолетов нарушение к действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации и для нас важны предметы с которыми мы соприкасаемся как долго там может осаждаться и оставаться вирус на пластике сохраняется до 5 дней на бумажной поверхности 4-5 дней на стекле 4 дней на перилах за которые мы обязательно схватим когда спускаемся с лестницы 4 дней на водопроводных кранах 48 часов на перчатках хирургических 8 часов на алюминиевой поверхности на баночках которые часто закупают с какими-нибудь напитками от 2 до 8 часов и соприкасаясь с этими поверхностями мы можем на свои руки получить вирус а дальше мы можем удохнуть или перенести вирус на пищу и получить его не только с докторами но и с едой и мы не можем не коснуться оптики семиологии и посмотреть как же распространялось заболевание по миру и приходило в нашу страну за все это время что произошло в первом случае заболевания в Мушах-Голеле был выявлен в Мухаме 12 декабря 2019 года немного прошло времени новый год прошел январь месяц в небесной заболевшими признают уже более 14 тысяч человек вот настолько быстро стало распространяться заболевание одновременно он стал распространяться и по миру он попал в 23 страны но там было немного народу 130 человек в 23 странах в Китае объявленная эпидемия строчно принимаются противоэпидемические меры а на город Ухань наложен карантин и вот тут начинается самое интересное начинается эвакуация граждан других стран из этого очага либо самостоятельно либо организовано всеми видами транспорта 11 февраля 2020 года Всемирная организация здравоохранения определяет официальное название новой инфекции вызванной новым коронавирусом COVID-19 или коронавирусная болезнь 2019 Международный комитет по таксаномии вирусов тоже 11 февраля присваивает официальное название возбудителей инфекции SARS-CoV-2 В конце февраля вот карта на которой представлено количество заболевших в разных странах по миру 28 февраля прошел собственно говоря два месяца от появления ну даже не два где-то меньше месяц небольшого от появления первого случая и мы говорим уже о том что в мире насчитывается более 82 тысяч заболевших причем большая часть этого количества находится в Китае почти 78 тысяч в России в это время зарегистрировано всего два случая нового заболевания в Китае в это время ужесточаются противопедемические меры срочно строятся клиники для лечения больных COVID-19 и вот вы перед собой видите фотографию Ухань выставочный центр который срочно переоборудовали под больницу для пациентов с лютым течением COVID-19 предполагаю что очень-очень много это вот только кусочек выставочного зала в Китае за 48 часов построили больницу на тысячи койко-мест вот настолько быстро все это делалось делалось очень организованно и временной больницы их тоже было достаточно много вот одна из них перед вами другие страны только начинают вводить противопедемические меры 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса к этому времени было зарегистрировано 118 тысяч случаев дорожения на планете около 4 тысяч смертельных исходов и самой сложной ситуации в свое время было выявлено более 9 тысяч дорожившихся из них 463 человека умерли и итальянские институты обратились к нашей стране с помощью туда выехали специалисты для того чтобы помочь организовать проведение противоэпидемических мероприятий и как-то обсудить и наладить тактику введения таких больных в России официально было диагностировано в это время 20 больных коронавирусом на конец марта мы видим что мероприятия видимо были недостаточно правильно проведены потому что заболевания продолжают распространяться и в мире уже более полмиллиона заразившихся больных из этого количества умерло более 6 тысяч человек в России на этот период времени официально статистика выдает более тысячи заболевших и 4 человека погибли изолируются многие страны закрываются границы в России тоже начинают приниматься противоэпидемические меры объявляется режим самоизоляции переводятся часть работающих на удаленный режим работы а студенты и школы частично и полностью на дистанционное обучение перепрормируются лечебные учреждения понятно что мы не можем войти в те больницы которые успели закрыть поэтому срочно вводятся в строй новые лечебные учреждения прошел год и мы видим что ситуация в принципе не изменилась мы начинаем привыкать к этой ситуации а болезнь берет свое и в мире уже через год насчитывается заболевших 91 более 90 миллиона умерло почти 2 миллиона человек в России заболевших более 3,5 миллиона умерло из них почти 63 тысячи человек еще один год прошел мы уже с вами в 2022 году пандемия все продолжается и по статистике на сегодняшний день в мире насчитывается уже заболевших более 317 миллионов и более 5,5 миллиона из этого количества умерло и вот на этом графике мы с вами видим течение болезни на протяжении всей пандемии то есть периодическое появление нового варианта вируса и заболеваемость увеличивается потом снижается снова уменьшится вот такой волнообразный и последний скачок заболеваемости связанный с омикроном мне интересно здесь что многие ученые говорят это последний вирус такого плана мы переходим в другую категорию этот вирус останется навсегда и он будет вызывать острое респираторное уверенство инфекции и надо на этом успокоиться другие ученые говорят что в общем-то подождите успокаивается рано надо посмотреть что будет дальше потому что может сформироваться еще какой-то вариант вируса может распространяться еще быстрее и мы можем получить еще какой-то вариант тяжелого заболевания поэтому мы не можем торопиться уже с выводами здесь только время может показать что нас ждет в России в этот период времени мы видим тоже волнообразное вот такое же вот сечение пандемии с повышением заболеваемости и ее снижением и вы по себе знаете что мы усиливаем противоэпидемические мероприятия то мы их снижаем вроде как свободно жить потом опять они усиливаются заболеваемостью увеличивается и вот так вот ваша жизнь проходит в этой пандемии извините пожалуйста в Москве официальная статистика говорит о более чем 2 миллионах инфицированных не инфицированных а заболевших это будет правильно умерло более 37 тысяч почему мы говорим не инфицированных а заболевших потому что мы знаем что есть категория вирусоносителей у которых есть вирус и его можно выделить но люди не имеют клинических проявлений и мы не можем говорить что они больны в прямом смысле этого тела без каких-либо симптомов то есть бессимптомные течения хотя антитела у них образуются и есть случаи довольно легкого течения когда пациенты не обращаются за помощью к медикам а есть группа пациентов когда они не проходят специального обследования и у них можно сказать была ли у них коронавирусная инфекция был ли это ковид или это была какая-то другая респираторная инфекция таких пациентов достаточно много и хотелось бы показать вам еще несколько графиков просто сравнить что мы имеем Китай население полтора миллиарда человек извините и вот она первая вспышка в Китае строгие противоэпидемические меры которые привели к тому что заболеваемость весьма низкая в Китае а летальность вообще пришла к нуле в России противоэпидемические меры когда-то принимаются когда-то не очень когда-то выполняется когда-то нет и мы с вами видим и волнообразное течение пандемии и также смертность она постоянно есть то больше то меньше но до нулевой мы не дошли в Италии мы с вами что взяли просто потому что мы говорили у них самый тяжелый начал да вот оно а затем постепенно к этому привыкли и уже заболевание не вызывало такого страха и ужаса как первоначально и противоэпидемические меры ослаблевали и в общем-то то же самое как в других странах источником инфекции как выяснили является больной человек и бефинтомный носитель наибольшую опасность представляет инфицированный человек в последние два дня инфекционного периода и первые дни болезни основной механизм инфицирования аэрогенные пути передачи воздушно-капельные воздушно-капельные и контакты ведущим путем является все-таки воздушно-капельные он реализуется при качи чихаем на близком расстоянии лишь двух метров контактный путь передачи вы уже понимаете он реализуется во время ракопожатия соприкосновения с контаминированными поверхностями через пищевые продукты а затем уже приходит к человеку а кроме того еще один путь заражения механизм заражения фекарная ранняя но этот механизм имеет меньшее значение существует высокий риск формирования эпидемических очагов в организованных коллективах в случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима в случае в общем-то скопления людей которые длительно находятся в одном месте большое количество это воинские коллективы это образовательные учреждения это дома престарелы психоневрологические дистанции общежития очень важно это медитр просто вывезда хорошая инфекция вызванная вирусом Сарху включила пол 2 протигенный поясник входные вороты возбудительные и эпителиоциты в желудке кишечников Но начальным вот таком заражении является проникновение вируса в клетки мишени, которая имеет рецепторы андиотезин, превращающие в ферменты второго типа. И вот такие рецепторы имеют не только... Пищеводы, живот, двенадцатиперстные пешки, сердце, локучнику, мочевод, гипоталевы, гипоталевы, а также эндокрин, это очень важно, и макропаги. Понятно, что аэрогенный механизм передачи – это очень простой, это легкий способ, когда непосредственно возбудитель попадает вот такими чувствительными клетками, которые поражаются в первую очередь, являются альвеолярные клетки второго типа, что определяет развитие диффузного альвеолярного повреждения. Но в каких-то случаях COVID-19 может развиваться как катаральный гастроэнтерокомит. Есть сведения о психическом поражении эндотелия сосудов, поражении миокарда, почек и других органов. Есть еще один путь – проникновение SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластину решетчатого лабиринта. Это может привести к поражению головного мозга. Изменение обаяния, на что настаивали в начале пандемии все исследователи, мы считали, что это специфический признак коронавирусной инфекции настоящего заболевания. Сейчас как-то мы уже от этого отходим, и как-то этот симптом встречается все реже и реже, но, тем не менее, сначала он был очень ярким. Вот этот симптом может свидетельствовать о том, что поражается слизистая оболочка носа и обонятельные луповицы, но это может быть и центрального генеза, поражение центральной нервной системы вирусом, который может проникать через обонятельные нервы. Ну и не исключается роль баскулита. При патологоанатомическом исследовании ткани лёгкого специфически макроскопических признаков COVID-19 не установлено. В протяжённом течении развития острой дыхательной недостаточности отмечается картина острого респираторного дистресс-синдрома, выраженного альвеолярно-генеологического синдрома. Интересным оказалось то, что значимых поражений трахеи при этом заболевании не наблюдается. В том случае, когда COVID присоединяется на какую-то тяжёлую патологию, другую, не обязательно инфекционную, понятно, что здесь будут сочетаться изменения характера для разных заболеваний. Вот на этой фотографии, обратите внимание, слизистая трахея и бронхов практически не изменена, что резко отличает эту инфекцию от гриппа, при котором обязательно найдём изменения воспалительного характера трахеи. И трахея как визитная карточка гриппа. Борфологические изменения. Характер лорфологических изменений при лёгком течении COVID-19 неизвестен. Исходя из анализа клинической симптоматики, предполагается, что вирус троген к эпителию гортани, мерцательному эпителию дыхательных путей на всём протяжении, при гриотицитом первого и второго типа. Очень тяжёлая, или так сейчас принято говорить, критическая форма COVID-19 является разновидностью цитокинного шторма и её проявление сходное с течением первичного и вторичного генопагоцитарного лимфогистиоцитоза или синдрома активации макрофагов. При очень тяжёлом течении COVID-19 развивается патологическая активация врождённого и приобретённого иммунитета, дисрегуляции синдрома, кровоспалительных, иммунорегуляторных, антивоспалительных, цитокинов и химокинов. И вот что важно здесь отметить, то есть иммунная система пришла в такое состояние, когда она вроде как растерялась и не знает, что ей делать. Какие вещества ей нужны в данный момент времени? Какие продукты нужно приготовить быстро и выбросить? Что должно следовать? Зачем? Всё сразу и всё быстро. В результате чего начинают образовываться комплексы и повреждения различных тканей, то, что мы наблюдаем при этом заболевании. Вот тут обратите внимание, вот на этот вот слайд, как протекает COVID-19. Инкубационный период, где идёт интенсивная репликация вируса, следующая фаза, в которой мы видим действие уже этого вируса и нормальный именный ответ организма, когда происходит воспалительная реакция, повреждённые тканей повреждённой клетки всё-таки утилизируется организмом, выводится в организм, и нормально образуются специфические антитела, человек не выходит нормально из этого состояния. Ранее лёгочная фаза, здесь накапливаются продукты распада клеток, именная система продолжает вырабатывать какие-то свои продукты. И вот тут возможно развитие гидроминного ответа и развитие цитокинового шторма, который в конечном итоге может привести в гидроорганизм. Специфическое повреждение эндотелия, которое может быть вызвано как самим вирусом, так и возникнет при цитокиновом шторме, получает особое название SARS-CoV-2, ассоциированный эндотелии. Это основы, характерные для микроангиопатии COVID-19, преимущественно в лёгких, а режем это наблюдает и в других органах, миокарди, голодном мозге. В ради наблюдений развивается локальный лёгочный или системный продуктивно-деструктивный тромбовоскулист, тяжёлое поражение сосудов, внутрибранхиальные, интравиолярные, перевоскулярные травоизлияния. Отмечается развитие тромбоза лёгочных артерий, которые иногда прогрессируют до правых отделов сердца. Вот это тоже отличает изменения в лёгких при COVID-19 от изменений в лёгких, которые наблюдались при тяжёлом течении гриба, вызванного вирусом H1N1. И другие коронавирусные инфекции, некоторые случаи которых протекают вот так же тяжело с формированием респираторного дистресс-циндрома, иногда приводящего к гибели пациента. Там нет такого поражения сосудов, эндотелия сосудов. Гиперактивация иммунного ответа чаще ограничивается лёгочной перехимой, прилегающей бронхиальной, антибиолярной, лимфодной ткани и ассоциируется с развитием острого респираторного дистресс-циндрома. У пациентов с очень тяжёлым течением COVID-19 развиваются воскулярные эндотелиальные дисфункции, коглопатии, тромбозы, накапливаются антитерапофосфолипиды, и клиническая тактина может напоминать патастрофический антифосфолипидный синдром. Клинические и патологические изменения в данном случае трудно дифференцировать с полиорганным тромбозом, который развивается при ДВС-синдроме, и тромботической микроангиопоэнтезии. Как правильно, цитокиновый шторм приводит к развитию острого респираторного дистресс-циндрома, полиорганной недостаточности, и это может стать причиной летального исхода. Вот здесь вы видите патологоанатомическое вскрытие, лёгкие, тут вам представлено два снимка, два обоих, разные немножко, но картина примерно одинаковая. Кроме наполнения лёгких, кровоизлияние, и вот мы видим в сосудах тромбы. А здесь уже тромбы не в таких мелких сосудах, а полностью заполняют лёгочную артерию, основной сло. Несмотря на выраженный авиалярно-геморротический синдром, гемосидорин практически не откладывается. Мы уже говорили о том, что тромбоз может возникать в различных сосудах, в различных органах, и возможно развитие миокардов в этих органах, и в головном мозге, и в миокарде, и в кишечнике, и в почках, и в селезёнке. Описано также гангрена конечностей. Понятно, что если тяжёлое поражение лёгких и других органах могут привести к гибели даже без присоединения бактериальной или гемокротической суперинфекции, а если они ещё накладываются на другие болезни, там тяжёлые соматические, пожилой возраст, то понятно, что заболевание может протекать ещё тяжелее. Вот тоже несколько фотографий патологоанатомических вскрытий, где выявляются изменения в различных органах. Сердце с кровоизлиянием и миокардов, здесь инфаркт миокарда на его желудочке, а вот тут острый трансмуральный инфаркт миокарда и выраженные геморрагические изменения в этой зоне. Печень также изменена с кровоизлияниями, жировая дистрофия, а здесь жировая дистрофия выражена ещё более ярко и кровоизлияние более мощнее. В почках тоже наблюдается группа изменения, некротический микроз, полнокровие портикомебулярного шутка и в ряде с почек появляется вот такая картина инфаркт почки. белый инфаркт с геморрагическим венчиком. Селезёнка увеличена, кровенаполнение большое, вот такой соскок. Селезёнки мы вот видим, ну вот хочется уже ножом провести и получить этот соскок и очаги инфаркта селезёнки. Вот это сухая картина в пальцах. Помимо воскулита выявлены изменения и в других органах, которые предположительно можно связать с генерализацией коронавирусной инфекции. Изменения в кишечнике, катаральный геморрагический гастроэнтероколит, в головном мозге и мягкой мозговой оболочке и цеполит, и ноги, сердце, миокардит. Тут надо сказать, что многие инфекционные заболевания, тяжело протекающие, и у них как одно из осложнений, или даже не всегда это осложнение, а пока текущий момент при тяжёлой патологии, миокардит. Очень сердце реагирует на различные инфекционные заболевания. Изменения обнаруживаются в поджимодочной железе, в почках, в селезёнках. Могут быть прямые вирусные отражения плаценты и возможность внутриутробного инфекционного геморрага. Вот утром вы видите фотографии, продолжая постановить патологиоэнтомическое вскрытие, острые эрозии и язвы желудка и скопления солярных кислородематин, то есть уже мелкое кровоцечение такое вот из этих сосудов и кровоизлияние в слизистую оболочку, а здесь кровоизлияние в брыжейку и уложение фибрины на стенки пешки. Мозг, отмечается полнокровие мозга, и вот здесь вот мы видим с вами развитие энцефалита. Тяжелые поражения микроциклорного русла в связи с развитием ДВА-синдрома наиболее выражены оказались в лёгких и почках. На основании исследования аутоксинного материала и с учётом клинической картины заболеваний выделены несколько клиникам морфологических массок COVID-19, то есть ведущим болезнью может быть поражение какого-то определённого органа. Это сердечная, мозговая, кишечная, почечная, микроангиопатическая, печёночная, диабетическая, тромбоэмболическая, септическая и кожная. Кожную, но чуть-чуть позднее с вами посмотрим. Таким образом, как и при других коронавирусных инфекциях, а также при гриппе, вызванном вирусом шалейных инфекциях, в большинстве наблюдений основным морфологическим субстратом COVID-19 является диффузное амбиолярное повреждение. Но в отличие от них, одновременно тяжёлое поражение сооружено органами питания, но и в ряде случаев других органов и системы. Изменения иммунокомпетентных органов продолжают изучаться. До конца мы ещё не можем сказать, что это за процесс, что такое случение, что заставляет иммунную систему вот так вот, диаскетинами, неправильно работать при ковиде. Поражение кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусных эффектов. Очень много разных проявлений от геморрагического синдрома до высыпаний разного вида. И вот, проанализировав то, что было возможно, выделили 7 групп высыпаний в зависимости от их этиологии и механизмов развития. Пангииты кожи, вот вы видите здесь нижние конечности, в обеих случаях, но вот тут более яркое проявление. Высыпаний. Поплоскволмозные сыпи. Вот все снегки, вы видите здесь довольно крупные очаги. И нередко к этим высыпаниям присоединяются розовые лишения. Кореподобные сыпи. При коре мы видим такие же на розовом основании. А может быть просто инфекционные эритемы, когда свеки не имеют, просто выражены гиперемии. Поплоскволмозные высыпания. Разные могут быть, немножко по-разному. Омега-3D по типу мелиареи и литвенной потницы. По типу токсодермии. Вы поглядите, какие изменения мы видим на передней брюшкой стенке. А вот на руке немножечко менее выраженная. Тропильница. По-разному она проявляется. Главное, что сопровождается это явление еще и очень неприятными ощущениями, и зубом. И артифициальные поражения. Это тропические изменения ткани лица, которые являются следствием вынужденного длительного пребывания больных в ромпозиции. Перейдем с вами теперь к клиническим особенностям этой патологии. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов по устрою респираторного вирусного заболевания. И надо сказать, что COVID-19, как правило, начинается с этих явлений. Повышение температуры тела, кашель, сухое листье с небольшим количеством мокрота, одышка, утомляемость, ощущение заложенности грудной клетки, могут отмечаться боли в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса и один признак коронляемости лета, который раньше по 2-му 9-й перце не встречался. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-му, 8-му дню от начала болезни. Кроме того, в радиус случае мы видим немножечко такое нетипичное начало. Меонгия, спутанность сознания, головные боли, кровохаркание, появление диареи, кашмоте, рвоте, сердцебиение. И вот все это в начале болезни может проявляться без повышения температуры. Проанализировав клинические симптомы множества больных, выявилось, что есть определенные клинические варианты. И вот сформировали вот эти вот клинические варианты. Это острые респираторные вирусные инфекции, поражение только в верхних отделах дыхательных путей, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с острой дыхательной недостаточности, острый респираторный гистеральный синдром, септический реинфекционно-токсический шок, ДВС-синдром, тромбозы, петромбомболей. Гипоксимия, когда сатурация будет меньше 88%, развивается более чем от 30% тяжелым течением болезни. По тяжести течения различают легкое течение, когда температура тела менее 38 градусов, кашель, слабость, боль в горле, то есть проявление катарального синдрома, но без какого-либо дальнейшего продолжения. В средней тяжелой течении, когда температура тела уже выше 28 градусов, дыхание учащается более 22 минуту, появляется одышка при физических нагрузках, обнаруживается изменение на компьютерной томографии или на рентгенографии. Они типичны для вирусного поражения, причем объем поражения здесь минимальный или средний. Сатурация ниже 95% и отмечается повышение ЦРБ в сыворотке крови более 10 миллиграмм на литр. При тяжелом течении мы видим нарастание одышки более 10 минут. Сатурация или равна или меньше 93% напряжения кислорода либо равно 300 миллиметров топного салда, либо снижается. Отмечается снижение уровня сознания и изменение гемодинамических показателей, снижение артериального давления систолического и геностолического. Отмечается уменьшение диуреза менее 20 миллилитров в час и изменение легких становится более обширными значительными сустотальными по оценке компьютерной томографии 3-4. И у таких больных отмечается увеличение локтата артериальной крови более 2 миллиона на литр. Крайне тяжелое течение характеризуется стойкой фибрильной лепарацией, острым респираторным дистресс синдромом, острой дыхательной недостаточностью с необходимостью респираторной поддержки, с эрктическим шоком, полиогранной недостаточностью и изменения в легких при компьютерной томографии, они все такие же типичные для вереского поражения, вырос объем поражения субтотальной ТТ-4 или картином острого респираторного дистресс синдрома. У пожилого и старческого возраста выявили некоторые особенности клинических проявлений. У них может быть атипичная картина заболеваний без лихорадки, кашля, одышки, но возможно развитие дилерии, возможно развитие конвентивита, может наблюдаться брит, тахикардия, свежение артериального давления. Проанализировав все случаи, то, что попадались по сочетанию анализа и клинической картины, предположительно у 50% инфицированных не отмечается признаков болезни. Диагностика коронавирусной инфекции. Диагноз, как всегда, устанавливается на основании клинического обследования, данных эпидемиологического анализа и результатов лабораторных исследований. И по результатам проведенного комплекса клинического обследования решается вопрос о виде оказания медицинской помощи и объеме дополнительного обследования. Разработан алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID-19. Итак, сбор анамнеза, физикальное обследование, исследование диагностического материала с применением в ПЦР пульс-оксимметрии. Это вот начало. При этом определяется степень тяжести состояний и дальше уже исследования могут быть расширены. Лабораторная диагностика и теологическая, то есть установление возбудителя, который вызвал заболевание, выявление РНК-возбудителя с применением ПЦР. Кроме того, выявление антигена SARS-CoV-2 с применением иммуно-хроматографических методов и выявление иммуноглубления класса А, М, Ж, не в том числе при цепи с развлечивающим аналогом и стопием. Разработан алгоритм пятиологической диагностики у пациентов с подозрением на COVID-19. Это очень важно. В стационаре происходит забор материалов и определение РНК методом ПЦР. При отрицательном результате диагноз не подтвержден, при положительном подтвержден. А вот в амбулаторной практике чаще начинается определение антигена. И здесь ситуация тоже может быть разная. При положительном результате мы говорим, что в случае COVID-19 подтвержден, при отрицательном результате необходимо сделать ПЦР для того, чтобы выяснить, есть ли РНК или нет. Потому что вот этот экспресс-тест не всегда отвечает так, как это нужно было. То есть его чувствительность недостаточна для четкого определения да, нет. Положительный результат принимается во внимание, отрицательный нет. Надо поправлять исследование. появление антитек SARS-CoV-2 оно для диагностики имеет вспомогательное значение. Оно имеет основное значение в оценке иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию. Антитела класса начинают формироваться очень рано и доступны для детекции примерно со второго дня начала заболевания, достигая пика через две недели и длительное время сохраняются на этом уровне. Антитела класса M мы можем определить примерно где-то седьмых суток от начала болезни и достигают пика еще через неделю и могут сохраняться в течение двух месяцев, а у кого-то еще и более длительное время. Примерно с третьей недели или немного раньше можно определять антитела класса G, то есть у кого-то больного они проявляются с третьей недели, а у кого-то они могут появиться вместе с именовлублениями класса M и их можно будет выявить. Кроме диагностики этиологической есть еще и другая диагностика, лабораторная диагностика, здесь мы оцениваем не столько возбудительность, сколько происходит с человеком. Общий клинический анализ крови биохимический крови сейчас это стало необходимостью тоже для большинства пациентов. И здесь кроме обычного исследования функции печени почек исследуется и функции сердца и определяется лактат лактат и гидрогеназа пропаганды. Обязательно исследуется цирреактивное белок, который является основным лабораторным актером активности процесса линьки. Процедур романальные исследования протальцитамина определяется возглавие натриеврогеназа петтик, уголограмма только проводится в большом объеме. Надо сказать, что в зависимости от тяжести течения болезни либо мы весь этот объем исследований проводим, либо ограничиваемся где-то общим анализом крови, а где-то общий анализ биохимии цирреактивный белок, и дальше мы можем не обследовать. Инструментальная диагностика пульс 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 оксимметрия проводится обязательно для выявления дыхательной недостаточности. Пациентам с признаком пострадыхательной недостаточности, когда в ситуации менее 90%, рекомендуется исследовать газоартериальный трон с определением напряжения кислорода, углекислого газа, PH, бикарбоната, плактата. Методы лучевой диагностики проводятся обзорная рентгенография легких, компьютерная томография легких, узелегких и клевральных полостей. Но вот как мы наблюдаем в нашей практике, компьютерная томография легких проводится чаще всего. В том случае, если признаков пневмонии нет, ковидная либо гидроничная пневмония в целом, то эти исследования нецелесообразны. Электрокардиография в стандартных отведениях проводится, рекомендуется к силам пациентов. Дифференциальную диагностику COVID-19 необходимо проводить с гриппом, острыми вирусными инфекциями, вызванными другими вирусами из группы острых респираторных вирусов инфекций. Это реми-вирус, аден-вирус, респираторный санкцициальный вирус, метод гневмония вируса, мерз, ПОВ, парагрид. То есть, в общем, достаточно большой набор вирусов для дифференциальной диагностики. С вирусными гастронитуретами мы знаем, что есть повреждения желудочно-кишечного трактора, а кроме того, с респираторными инфекциями, вызванными бактериальными возбудителями стуберкулезом. И вот, учитывая все клинические изменения, лабораторные данные, которые мы с вами посмотрели, мы можем говорить, что особенность здесь в тяжелом поражении легких и обязательном поражении эндокрелией сосудов. лечении COVID-19. Лечение, объем лечения и назначаемые препараты, понятно, что они будут зависеть от тяжести течения и от тех нарушений функций различных органов и систем, которые будут выявлены. Пациенты должны получать кроме и театротной терапии, и патогенетическую, и симптоматическую. Лечение сопутствующих заболеваний и осложнений осуществляется в соответствии с клиническими рекомендациями стандартной медицинской помощи по данным заболеваниям. и театротной терапии. Препаратов достаточно много и основная идея того, что они будут действовать на сам вирус, либо замедляя его репликацию, либо прекращая репликацию, как угодно, но, в общем-то, надо, чтобы вирус перестал существовать. Одним из наиболее часто применяемых в настоящее время препаратов является павиперавир или арепливер. Молоперавир тоже используется, но этот препарат у нас не зарегистрирован, тем не менее, к применению он разрешен, и только лечащий врач может рекомендовать или назначить этот препарат. Синтетическое малоинтерферею ручь-либонуклеевая и разори-либонуклеевая кислота в окцепочном лимфиноле все эти препараты направлены на то, чтобы нарушить репликацию вируса, а если невозможно нарушить, то нарушить процесс формирования вируса его сбоку. Группа препаратов, которые содержат антитела, это антиковидная плазма, она готовится из крови людей, пациентов, перенесших это заболевание, существует сделан иммуноглобулин человека в антиковид-19, который снабжен также специфическими антителами класса G, рекомендантный пинтерферон альфа. Точно так же он обладает противовирусным действием. Кроме того, создаты препараты, моноклональные антитела против шиповидного белка вируса с вирусом, витрализующим активностью, микс-пайковому белку царскому. Препаратов достаточно много назначают их при необходимости тут учитывается и возраст больного, и тяжесть течений, и те нарушения, которые выявляются. Вот еще эти же препараты. И надо сказать, что назначение этих препаратов вызывает аллергические реакции, и об этом обязательно предупреждают. Реакций достаточно много. Патогенетическая терапия. То есть в данном случае мы будем вмешиваться в происходящий процесс, пытаясь как-то облегчить течение болезни, а возможно где-то оборвать какие-то патологические изменения. Дозначается в зависимости от тяжести течения, наличие или отсутствие признаков острой питательной недостаточности, цитокинового шторма, полиорганной недостаточности. Одним из таких препаратов, которые всегда присутствуют у нас при лечении тяжелых форм заболевания, это плёкокортикостероидов. Это является препаратом первого выбора для лечения больных с цитокитовым штормом. И когда начиналась пандемия, и у нас даже амбулаторные случаи протекали достаточно тяжело, с тяжелой интенсикацией, тогда назначали 2 секунды изначально, потом разобравшись с этим, поняли, что это не совсем так. И теперь для профилактики или лечения в легкой и средней тяжелой степени не рекомендуется. При необходимости назначают ингибиторы ярус теназ, ингибиторы интерликина, амфагонисты рецепторов интерликина, антитромботическая терапия проводится, назначаются антикоабиланты, проводится инфузионная терапия. И вот обратите внимание, обычно, когда мы говорим лечение дезинфекционной терапии на первом месте, и мы сразу говорим про инфузионную терапию. При данном заболевании инфузионной терапии не на первом месте. Здесь мы должны учитывать ОЦК и скорость введения жидкости. Здесь нельзя увеличивать скорость введения. И объем инфузионной терапии должен точно отличиться для конкретных больных. При выраженной интоксикации можно принимать интерсорбенты, принимать антибактериальную терапию, антибактериальную терапию. Обратите внимание, она стоит на последнем месте. Если она также назначалась с первых же дней болезни, неизвестной нам еще для того времени, и мы считали, что да, это вирусная инфекция, но на следующий случай антибактериальной терапии, уж как-то она нетипично протекает, надо назначить. И назначали антибактериальную терапию, глюкокортикоиды, и вот на этом фоне больные остались дома. После недостаточно споростала, больные госпитализировались, некоторые выздоравливали, у кого состояние улучшалось все сильнее и сильнее, все госпитализировались. Вот сейчас эта терапия в форме пересмотрена, и антибактериальная терапия точно также назначается только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции, а не на всякий случай, как раньше. Симптоматическое лечение включает антиперетики, гестероидные противовоспалительные препараты, противокошливые, мококинетики и витаминные препараты. Напомню вам, что симптоматическая терапия никоим образом не оказывает влияние ни на сам вирус, ни на инфекционный процесс, а не лишь облегчает самочувствие больного. Оказалось, что выздороветь от этого заболевания еще не значит получить полное здоровье после болезни. Оказалось, что остаются какие-то симптомы, неприятные симптомы, и они сохраняются длительное время. Симптом постинфекционной слабости, остеяния, синдром вегетативной дисфункции, дыхательная недостаточность не восстанавливается, быстро дыхание, а вот эта недостаточность сохраняется длительное время, у кого-то длительное время кашель сохраняется, замедляется разрешение патологических изменений на компьютерной томографии, и первоначально считали, что поражение мертвых, которые бывают при COVID-19, это уже навсегда, это уже потом фиброз, и всё, это пожизненно. Сейчас об этом речь найдёт, изменения разрешаются, но они разрешаются очень медленно. И появляется новый термин этого состояния, пост-COVID-19 синдром. И вот на этом слайде вы видите массу симптомов, и часто не встречаются. Более выраженный симптом это слабость, которая длительное время упитает больных. Боли в мышцах, костях, суставах, обычная физическая нагрузка уже становится невозможной, беспокоит нарушение сна, периодическое повышение и снижение температуры, заложенность в груди, нехватка воздуха, возможно пропасть пазмы, познавливание могут быть тязь, звук, у кого-то депрессия, ночной пота или днем, или ночью, головная боль, боли в области сердца, аритмия. И вот очень интересный вариант выпадения волос. И собственно этот вариант может быть связан не только с ковидом, но и с терапией, которая была у больного. Могут быть парастезии, то есть тоже восприятие каких-то, у кого-то диарея, появляется высыпание на коже или сохраняется те прежние или появляются новые. Болезненность вем, нарушение походки, возможность снижения артериального давления и нарушение слуха. И все эти симптомы какие-то появились, а какие-то перешли от заболеваний на более продолжительное время. и как благо могут деться они, мы сейчас посмотрим. А сейчас еще группа симптомов постковидного синдрома, которые бывают очень небольшого количества людей, но для этих людей это тоже довольно чувствительно. Панические атаки, судороги, поле невропатии, ощущение вибрации в голове и в груди. Кому-то сложно сконцентрироваться, появляется какая-то рассеянность, которая не была раньше, заглухчивость, туман в голове, гинекомастия или нарушение менструального цикла, головокружение, шум и звон в ушах, это целый интересный синячковость, носовые первоотечения, синячковость, это значит появление подкожных геморрот, а то примещение связанных, эмоциональная лиобидность, патопогия и патазмия, то есть возможность отсутствия ощущения запахов или наоборот запахи ну как бы какие-то гипертрофированные и возможно отвращение мясу, шаг, лазу, алкоголю связано с появляющимися запахами. Может быть зубная боль, появление кист, аллергической реакции, отёки, липостаз, липоаденопатия. Вот на этом слайде мы с вами смотрим частоту встречающихся симптомов при долгом COVID-19 спустя 6 месяцев после болезни. То есть постковидный синдром, который развился при прекращении болезней, продолжается 6 месяцев и может быть больше, наверное, будут ещё следения, потому что всё это требует длительного временного наблюдения. И здесь мы видим, что мы сейчас спросим, кто всё-таки остается с людьми и одышка, и слабость, и потери обоняния вкуса долго задерживаются, и нарушения знаний, перепады настроения, головной боль. То есть всё это сохраняется 6 месяцев и, наверное, больше. А вот на этом слайде лечение постковидного синдрома, другие результаты лечения когда такой диагноз возник постковидный синдром, то разные специалисты начали его лечить, предлагать разные методики лечения, но вот здесь собраны далеко не все методики, а вот то, что удалось проанализировать. Больные принимали для лечения витамины и минералы, гормоны, гомеопатические средства, антикоагулянты, антибиотики, антиперетики, антиагреганты, и кто-то ничего не принимал. И вот тут обозначено, исчезли все признаки, это вот небольшие зеленоватые, меньше всего людей, у которых эти признаки исчезли, и вы видите, что большее количество людей восстановились самостоятельно по сравнению с теми вариантами, когда проводилось какое-либо лечение. Частично исчезли симптомы или уменьшилось их проявление больше всего у людей, которые получили гомеопатическую терапию, но и у значительного количества людей ничего не исчезло, как оно было, все сохраняется. То есть вот это еще большая проблема, которую необходимо изучать, из которой надо каким-то образом разбираться и таких процентов конечно же надо лечить. Для того, чтобы как-то уменьшить заболеваемость людей и предохранить от тяжелых болезней, заработана специфическая профилактика. В Российской Федерации следующие вакцины, они уже зарегистрированы и они уже действуют, мы уже активно призываем всех вакцинировать. Другое дело, что многие не хотят этого делать по каким-то непонятным причинам. И видимо у нас в демократии тяжелые люди не могут быть тяжелым и они могут долго мучить с этим самым под ковидным синдромом. Но это их выбор. Итак, вакцины. Вакцина разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и методологии имени Николая Федоровича Домолея. Это комбинированная векторная вакцина Гам-Ковид-Вак. Гам-Ковид-Вак Мак-Лио отличается над тем, Гам-Ковид-Вак распоряженная вакцина и ритм-Вакцина а Гам-Ковид-Вак-Лио ее надо разводить. Дозировка одна и та же. Вакцина для профилактики Спутник Лайк Водоросты в возрасте агентации в обзорации уже началась. Ну вот они в таких упаковках Гам-Ковид-Вак Спутник Ви применяется всем пациентам взрослым. А вот Спутник Лайк он вводится однократно и может применяться как третья доза для вакцинации и вторая доза как ее называют либо людям имеющим какие-то тяжелые соматические заболевания тогда назначают вот эту вакцину. Это Пу-Вак-Лио ее надо разводить а это Гам-Ковид-Вак для подростков. В Государственном Наечном Центре вирусологии и биотехнологии разработана вакцина на основе пиктивных антигенов эпидохорона. Она применяется для профилактики у взрослых людей старше 18 лет и еще один препарат эпидохорона применяется у взрослых людей в возрасте от 18 до 60 лет. Честно говоря, читая про эти вакцины, я не поняла, чем они одна другая отличаются. Еще одна вакцина разработана в Федеральном научном центре исследования разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Петровича Чумакова Российской Академии Маук. Вакцина коронавирусная, инактивированная, цельноверенная, концентрированная, очищенная. Вот такое ее полное название. коревах в черном варианте она применяется у взрослых в возрасте 18-60 лет. Вакцина, разница в вакцинах в общем-то есть, но надо сказать, что многие люди отказываются от вакцинации, считая, что вакцинированные тоже заболеют, то есть мы принимаем болезнь. Нет, от вакцины развитие болезни невозможно. Мы не вводим живой вирус в организм. Но акцина помогает людям для того, чтобы не заболеть, если иммунная система хорошо работает и количество антикетин достаточно для борьбы небольшого количества поступающих вирусов, либо если человек инфицировался, болезнь протекает в более легкой форме. Причем у методика введения этих вакцин совершенно одинаковы. Двухкратное введение, а затем через полгода еще одна густерная доза. Следующее введение вакцины предполагается через месяц. Переболевшим также рекомендуется вакцинироваться через полгода после перенесенного заболевания. сейчас заболевание протекает более легко, хотя количество зараженных резко возросло. Мы начинаем отменять противоэпидемические мероприятия и может быть с этим будет связано дальнейшее распространение, потому что часть людей, которые скажем со скрипом принимают для себя решение идти вакцинироваться, обратно вздыхают, да, вот у нас все отменяет, у нас все хорошо, вакцинироваться не будет. Вот в этом случае, наверное, очень быстро прекратить течение этого варианта коронавирусной инфекции мы не сможем и возможность формирования новых вариантов вакцинироваться конечно же сохраняется. На этом я хотелось бы закончить и если кто-то из вас не привит, пожалуйста, сделайте прививку, это нужно именно для вас. Вот так выглядят и пива коронавирусной и пива вакцинировании. Коллеги, есть у нас вопрос?